Всем привет! Я продолжаю цикл о силовых показателях звезд бодибилдинга, и если в прошлых выпусках о Шварценегере, Коумане и уже покойном пиане я говорил о былой мощи героев эпизодов, то сегодня, хоть и ранее обещал рассказать о Франко Коломбо, постарался собрать для вас информацию о силовых нынешнего и пока еще семикратного Мистера Олимпия Фила Хита, ведь сообщений с просьбой рассказать именно о нем поступило больше всего. Окей, значит Франко будет чуть позже, а пока, насколько на самом деле силен бодибилдер номер один на планете, смотрите через пару секунд. Вертекс всегда первые смартфоны, первые по качеству, первые по фишкам и первые по цене. От 3000 рублей, ссылка в описании. Это был действительно сложный выпуск, ведь найти материала силовых хита не так и просто. Его любят не за килограмма на штанге, но за глубину и проработку мышц. Не за силу в базовых движениях, но за 3D эффект на сцене и уникальную генетику. И пока легенды прошлого твердили, что путь к топовой форме априори связан с огромными весами, пока Колман и Катлер устраивали гонку габаритов и перелопачивали все железо, что только было в залах, филхит совсем другой. И прежде чем мы перейдем к конкретным цифрам, пару слов самого чемпиона, который прояснят его отношение к хардкору и спортивному долголетию. Я могу и умею работать тяжело, но для меня это отчасти бессмысленно. Я пробовал много приседать, но для меня это была работа на грани и я задумался, а стоит ли оно того. Я никогда не собирался стать парнем с огромными силовыми, сумасшедшим приседом и так далее. Мне важно обеспечить высокую интенсивность тренировки и при этом не травмироваться. 3-4 диска с каждой стороны на тренажере или на штанге, работать на 15 повторений или около того, окей, для меня этого достаточно. Мне важен прежде всего результат, и я его получаю. Думаю, этой цитаты Фила достаточно для понимания его подхода к тренингу, но при всем при этом хит отнюдь не слаб. Да, он приседал с весом около 185 кило на 80 повторений, доходил до 225 кило в том же диапазоне. Это не рекорд, но это и не мало, особенно учитывая, сколько еще различных жимов, подъемов и прочих движений он выполняет для проработки бедер и голени. 15 упражнений в день ног для действующего мистера Олимпия это тоже ад, но в то же время реальность и обязательные условия для прогресса, а в ногах он действительно прибавил. Что касается жима, то есть занятное видео, как хит в рамках условного соревнования, хоть и не разгибая до конца локси, в такой билдерской манере пожал 100 кг на 46 повторений, но при этом победу присудили Джереми Фримену, который и руки не разгибал, и груди не касался. В общем, делал что угодно, но только незачетные повторения. Впрочем, речь сейчас о хите. 100 кг на 46 повторений это очень даже неплохо, ровно как и много повторный жим гантелей по 66 и 76 кг. Это, конечно, не чудовищные снаряды по 90 с лишним кило с тренировок Ронни, но они с хитом слишком разные, и об этом я еще упомянул. А вот что касается становой, достоверных данных не нашлось, одни только слухи и предположения, но в целом хит зачастую работает именно в тренажерах и даже в них демонстрирует свою мощь. Например, в том же Хаммере, в котором веса уходят порой далеко за 200 кг. В итоге, по разовому максимуму в базовых движениях информации по сути нет, но даже за собранные факты спасибо Кириллу Новикову, админу паблика фанатов Фила Хита, ссылку на который я оставлю в описании. А теперь, как и обещал, про разницу между Ронни, восьмикратным Мистером Олимпия и Филом Хитом, который уже в этом году может повторить рекорд Коумана и Ли Хейни. Сравнение их методов тренировок четко проясняет некий романтизм в стиле Ронни, это погоня за весами, тяжелая работа, серьезный подход к базе, но как следствие потерянное здоровье, хотя Бегрон и говорит, что бодибилдинг тут ни при чем, все дело в генетике, и четкий прагматизм в стратегии Фила Хита. Он работает тяжело, никто не спорит, но при этом сдерживает себя, выкладывается, но знает меру. Вновь слово чемпиону. Зря многие думают, что я тренируюсь легко. Нет, в моей работе тоже полно боли и пролитого пота, плюс у меня очень плотный график, и мне, кстати, как и многим из вас, порой приходится буквально выкраивать время для тренировок. Но даже при этом, все верно, я не дохожу до экстремальных весов, как некоторые легенды прошлого. Подходы на грани Ронни или того же Дориана, я не знаю, стоило ли оно того, думаю, что нет. Все эти зверские тяги и приседы, рано или поздно, не дадут о себе знать, и тот же Дориан, да, он тренировался как никто другой, но порвал бицепс на тяге, практически полностью разорвал трицепс перед последней Олимпией. В общем, все это игра с огнем. Как по мне, очень важно избегать травм, я хочу долго выступать и при этом по завершении карьеры все так же оставаться здоровым. Я хочу побеждать не меньше Ронни, просто считаю, это можно сделать по-разному. Пишите, что думаете насчет подхода Фила к силовому тренингу, ну и кого видите героем рубрики в будущем? Может, самого упорного противника Хита Кайя Грина? Уж ему-то точно есть чем гордиться в плане силовых. Делитесь мыслями в комментариях, а я уже готовлю выпуск о Франко Коломбо. Плюс 10 к силовым, кто поставил лайк под видео и ускоренного анаболизма каждому, кто подписался на канал. Спасибо за просмотр и оставайтесь с Джообичем.